Меня зовут Надежда Блус, и сегодня я вам представлю, как можно научиться создавать интерактивные упражнения. Это очень легко, потому что мы уже очень много опробировали с моими коллегами, и я постараюсь вас научить. Итак, мы видим с вами адрес этого сайта, мы выходим на него, и будем с вами вместе продолжать рассказывать и размышлять об этом инструменте, который нам позволяет, как я сказала, создавать интерактивные упражнения. Создатели этого сайта – это группа разработчиков из города Майнца, Берна, Швейцарии и города Цитао. Создали они этот сайт для того, чтобы преподаватели смогли создавать свои собственные упражнения. Это сейчас является очень насущно, современно, модно и нужно, потому что в школах в Европе и в России появляется очень много интерактивных досок, и тем самым можно разнообразить обучение, поднять мотивацию наших учеников. Данный сайт сделан на пяти языках, вы можете также создавать упражнения на французском, если вы преподаватель французского, на русском, а также на английском и немецком. Пользователями могут являться не только преподаватели иностранных языков и других предметов, но и высшие школы, и из других областей. Вот посмотрите, как будет выглядеть ваша страница, если вы создали уже некоторые упражнения. Любые упражнения создаются по аналогии, то есть, если вам нравится создать упражнения такого типа, вы нажимаете на эту картинку и создаете подобное. Какие же бывают виды упражнений? Вот здесь, с этой стороны, вы видите два других сайта, которые тоже позволяют делать интерактивные упражнения. Это как пример. А мы сегодня с вами посмотрим, как создавать вот эти упражнения Learning Apps для iPad, для iPad, а также для интерактивной доски. И для интерактивной доски. В этом сайте, или как инструмент для этого сайта, была создана также возможность для сотрудничества. Вот посмотрите, пожалуйста, так создается общий текст, совместный текст. И цвет здесь будет обозначать разных пользователей. То есть, вы с учениками можете войти в онлайн и работать над одним текстом. Или на вот этой доске объявлений можно оставить свою собственную записку в виде видео. Или вы, как учитель, можете оставить такое небольшое видео. Написать текст. Записать аудио. Или создать ментальную карту вместе с учениками в сотрудничестве. Все это немного напоминает Google Docs, в котором мы тоже можем создавать совместные продукты. Но это просто как пример. Вот еще раз я привожу пример, где мы вместе пишем, создаем какую-то тему. Также можно проследить, как создавался этот текст. Такие упражнения, как я сказала, создаются для интерактивной доски. И мы опробировали их в Оренбурге, а также в Греции на острове Хиос. Вот так выглядит это упражнение, когда мы его делаем с помощью iPad. Так какие же бывают виды упражнений? Или их еще называют приложения. Как мы знаем, создание викторины очень нравится детям. Или выполнение викторины. Или мультичайз, когда мы выбираем из трех-четырех ответов верный и ставим здесь галочку. Вот пример английского языка. Вот пример на немецком языке, где мы слышим также аудиозвуки этих зверей. Одним из интересных видов упражнений является создание пазла. Как основу мы выбираем какую-то картинку. Картинка кладется в папку, в свою. И мы берем картинку из папки, и она попадает на этот сайт и сохраняется там. Если вы хотите спросить по поводу прав, то тогда картинка... Если же ваша картинка нарушает права какого-либо человека, то эта картинка просто будет удалена. Но вот пока такого не было, и поэтому я рассказываю, что мы берем картинку из свободных ресурсов интернет. Или вот это упражнение, это упражнение на поиск правильного артикля. Вот упражнение, созданное в кроссворде. Вот преподаватель после нашего вебинара создала кроссворд на тему фрукты. Здесь мы с вами видим возможность нахождения чего-либо на карте. Вот, например, это задание звучит так. «Назови» или «определи», «найди соответствие» на карте. Или мы находим слово вот в этом кроссворде. «Слов», и эти слова, если они правильно вами найдены здесь, на тему «семья», то они появляются вот в этой сетке слов. Здесь также мы видим матрицу картинок из восьми штук. И нажав на этот красный флажок, будет появляться название памятника, что тоже интересно для, например, преподавателей географии. Или политический пример из области политики. Найти, правильно вспомнить имя бундесканцлера Германии. Или из истории России найти, какая принцесса, немецкая принцесса, родом из Германии, правила в России, в истории Романовых. Или есть такое упражнение «определить порядок» с помощью ленты времени или ленты порядка, так называемого. Кто за кем был, например, бундесканцлером. Найти пару с помощью видео из Ютуба и правильной фразой тоже является интересным заданием, но, конечно, надо понимать, что выбрать задание из Ютуба требует небольшого времени. Или вот найти пару, когда мы пишем, что делаем мы, то есть задание гласит так, найти соответствие, да, найди пару. И подбираются картинки. Как я сказала, картинки лежат в вашей папке, а потом они попадают на сайт Learning Apps. Мой совет – не берите большие картинки, обрезайте их с помощью различных программ. Интересным также является создание вопросов для маленького видеосюжета. И сюжет не должен быть дольше трех-четырех минут, но я предпочитаю, например, брать фильмы вообще до минуты, минуты полторы. Вот здесь тоже буквально по 10-15 секунд звучит видео с очень хорошей музыкой, и надо подобрать название времени года и маленький сюжет. Разработчики также создали несколько игр. Вот, например, эта игра называется «Оцени». И вот в этом поле мы будем задавать массу или объем, или расстояние. А вопрос формулирует преподаватель. Еще на сайте Learning Apps вы можете найти из темы, которая касалась сотрудничества. Например, мы можем вместе с учениками, мы имеем собственный чат. Или мы можем оставить ему записку, как я уже говорила. А еще, когда нужно немного отдохнуть, или можно немного отдохнуть, то с помощью четырех-пяти учеников мы можем создать собственную музыку. Любое упражнение, созданное вами, может быть привязано к блогу. Тем самым, когда вы копируете этот код для блога, вы его вставляете в свой блог, страницу. Все равно куда. И самое интересное, любое упражнение, созданное другими, вы тоже можете привязать в свой блог. Конечно, это не так легко, но, как мне кажется, под лежачий камень вода не течет. Это легко, но требует некоторых усилий, то есть нужно постараться. Когда вы создадите массу упражнений, можно будет создать приблизительно такую матрицу упражнений, где вы видите, например, наши ученики нашего проекта создали здесь вопросы к Рождеству. Их всего 12 учеников. 12 вопросов звучат, нажимая здесь на цифру, звучит это видео. Таким образом, можно создать не только матрицу, но и пригласить свой собственный класс. То есть ученики вашей группы могут являться вашими учениками на этом сайте для выполнения упражнений. Это значит, что вы создаете класс и получают ваши ученики кодовые имена, а также паспортное слово. Отличие ученика от учителя состоит в том, что ученики не имеют права сами публиковать. Вот в этом самое главное отличие. Ну и, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы вы также писали свои мнения. Такое есть на сайте Tool. Вот мы здесь уже очень многое писали. И вы тоже можете написать свои пожелания авторам этого сайта. Или поблагодарить за то, как интересен этот сайт, который дает такие возможности для создания. Все линки, которые вы здесь видите, они работают. Если не работают, пришлите мне, и я исправлю. С вами была Надежда Блост, Франция. И я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вы будете использовать эти упражнения в своей работе и порадуете создателей блога своим искусством. До свидания, всего хорошего и всё.